всем большущий привет давно не виделись сегодня я покажу вам очередную работу динозавра меня просили когда-то слепить карнотавра ну и к тому же я тут посмотрел фильм юрский период который почему-то не видел кстати до этого хотя он у меня год лежал на 4к на флешке что же я там увидел как раз сцену с карнотавром она мне прям зашла так эта сцена я недолго думая ее не хочу сделать так сказать запечатлеть фрагментик с этого фильма замечательного да я не сказал что это первая часть видео с карнотавром далее буду делать других участников диорамы во второй части мы попозже и сделаю через видео возможно еще у меня там на подходе еще одна там работа я упустил описание начальное описание того как я делал скелет в общем-то по аналогии с кархо-роднотазавром мое видео можете посмотреть кто не видел создаем крепкий довольно скелет внутреннюю часть можно либо сделать из твердого ненужного нам пластики или там фольгой и еще чем-то смотрите значит подсказочка как точнее сделать голову берем эскиз головы аккуратно вырезаем его в нужном нам масштабе можно сразу сделать реверс то есть обратную сторону распечатать на принтере в приложении в любом или на телефоне развернуть его в другую сторону или одну просто ее потом переворачивать обозначаем и удобного накладываем на пластилин обозначаем все неровности где что должно располагаться то есть вырезаем это для начала эти про про как сказать пустоты в черепе до ножницами вырезаем или с канцелярским ножом и потом когда приложим на пластилин можно будет все это обозначить стеком значит и так таким образом мы можем получить практически симметричную голову с разных стороны не запариваясь при этом где как глаз расположен чтобы все ровно было ну и да и к тому же она будет довольно достоверно по своему по качеству то есть близко к оригиналу немного особенностях головы карнотавра судя по строению черепа он имел карнотавр бинокулярное зрение то есть он мы мог видеть добычу сразу двумя глазами то есть по сути как человек можно сказать практически не считая своей мордой длины ну и это и соответственно имела преимущество охоте значит и логично было предположить что это был именно хищник а не какой-то падальщик например то есть это помогало ему довольно хорошо довольно сильное преимущество было при охоте рога рога у него формировались из лобной кости в общем то они они довольно такие немаленькие но это сами эти сами рога еще имели на рост и как бы такая оболочка кератиновая была то есть они были еще больше чем на черепе и форма была возможно немного другая даже это кстати видно по некоторым фотографиям разных художников лапки лапки у него были очень маленькие есть в этом семействе обелизавридов они были наиболее короткими то есть но они вообще считаясь такими эрудиментными то есть они бесполезны по сути и наверное по сути и наверное с эволюцией с ходом эволюции они бы пропали совсем скорее всего итак карнатавр то есть фактически плотоядный бык переводится значит относится под отряду тераподов семейства обелизавриды род карнатавры длина примерно до 9 метров ориентировочно благодаря хорошему скелету сохраненному это можно было более-менее точно сказать высота в районе 2 7 метров и вес до 2 тонн значит жил этот меловом периоде этот зверь ящер в районе 72 миллионов лет назад обнаружили его в аргентине восемьдесят четвертом году палеонтологом хосе монопарта и обнаружили довольно-таки целый сохраненный скелет сохранившийся скелет а он является одним из наиболее изученных обелизавридов благодаря этому и даже у него кожа частички окаменелости остатки чешуи динозавра сохранились даже очень хорошо не хватало буквально в самом скелете части хвоста но довольно большой и задних конечностей ниже бедер карнатавр на самом деле такой смешной честно говорят по мне голова какая-то короткая у него как будто не знаю как будто он в стену въехал с разгона ну про руки я уже не говорю передние это вообще смехота меньше чем у тираннозавра среди своих таких же собратьев в общем природа на нем по ходу посмеялась да ну вот рожки есть хоть это прикольно такие забавные рожки на самом деле не особо и не маленькие общем-то прорисовываем кожу для начала прежде чем ему делать наросты согласно неплохо сохранившуюся в остаткам чешуи как мы уже говорили карнатавр он имел такие остеодермы небольшие подкожные окостенения как у крокодила или ящерицы далее я в эти наросты вставляю шипы небольшие потом их разглаживаю вместе чтобы они слились с этими окостенениями голову голову я делаю нижнюю челюсть прикрепляю отдельно как когда я лепил тираннозавра ссылочка сверху будет итак мы подходим к завершению нашей работы осталось раскрасить его лепил я в целом также как кархаронтозавра ссылочка сверху будет пасть дел как у тирекса ну и чтобы легче раскрасить вот я как по сделал например нижнюю челюсть я отдельно красил и соединил там это на видео с тираннозавром это будет раскрасил я его примерно такой же цвет как фильме чуть поярче потому что краска со временем усядет и будет такая потемнее станет у нас масляная краска небольшие полосы сделал потемнение такие вдоль гребня ну и красноватый такой кирпичный цвет нашего динозавра был с желтым пузом на этом работа завершена по окончании видео еще идет небольшой бонусик я решил свои мысльки отобразить в ходе создания этого динозавра посмотрите может быть будет это интересно если интересно пишите буду делать почаще такие комментарии в виде зарисовок а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 значит в полете он конечно группируется как кошка на лапы стоит да и прям когтями от ужасов прям в морду карнатавру хрязь оба орут один орёт второй ряд вы тоже моим на рецепт по-любому главное заранее движение отработать это что все было четко значит мелкий мелкий ужас и конечно чуть такое провернули до взяли он бежал бежал никого не трогал его выхватывают и прям в лицо карнатауру кидают страшное дело почему я почему я в общем он и от от ужаса с этими мыслями еще крепче вцепляется в голову карнатауру чтобы не дай бог не упасть и чтобы его не раздавил или пасть ему не сводиться и в этот момент вы значит просто со всех ног просто как только можете знаете прям вообще чтобы руки ноги у вас главное тоже это надо это надо отработать просто многие должны короче у вас как мультиках такие вокруг такой как это вокруг головы не так как колесо в общем ну вот его должны в общем текать оттуда просто даже не оглядываясь там километров 100 в час ну динозавр мелкий этот жалко его да так что-то думаешь взяли кинули на я думаю он выбросил выкрутиться он еще не с таки передряг передряг по-любому выкручивался можно за него не бояться в общем ничего с ним не случится ладно всем пока пишите комментарии что-то интересное пишите я всегда рад ответить всем пока пока пока